Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 32-й главе книги Исхода. 32-я глава у читателя, конечно, вызывает в каком-то смысле вздох облегчения, и хочется сказать «наконец-то», потому что множество предыдущих глав, чуть не 10, описывают, как, что должно быть вырезано и к чему прикреплено в скине и собрание, и в жертвеннике к отдельным, и так далее, и тому подобное, что, в общем, скорее академически представляет для нас интерес. А здесь же начинается снова действие, события происходят. Собственно, рассказ начинается с того, что в конце предыдущей главы Господь дает заповеди, знак завета поставляется им, как там сказано, да, суббота, знамение завета, и вот Бог дает список заповедей некоторой на каменных скрижалях Моисея. По иудейскому преданию, собственно, это и есть. Была первая Тора, письменная Тора, закон, который дал Господь Моисею. Всего еще должно было быть, по мнению книжников и фрисеев, еще две. Это устная Тора, которую тоже Бог дал Моисею, и Тора Мессии, которую принесет Христос Спаситель. Так вот, Моисей на горе с этими скрижалями. В это время у подножия горы народ видит, что Моисея долго нет. Ну, то есть, там много дней нет у Моисея. То ли он в отпуск уехал обратно на Красное море, на курорт, то ли погиб, то ли вознесен на небо, ну, мало ли, что могло произойти. Вот нет Моисея. Каким-то образом он удалился из жизни народа. И тогда люди собираются к Аарону и говорят ему, встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Потому что, что там с Моисеем произошло с этим человеком, с Моисеем не знаем, что случилось. Ну, и, соответственно, дальше разворачивают события вокруг Золотого Тельца. Знаменитая история, обсуждаемая, важная в плане парадигмы библейской. Мы все же с вами помним, что книга исхода – это конституирующий нарратив, который каждому поколению израильского народа дает возможность ответить на вопрос, кто мы, что мы из себя представляем, какое отношение мы имеем к Богу. Вот ты принадлежишь к народу, потому что в твоей истории, среди твоих веков происходило вот это. Это довольно, на самом деле, масштабная история, потому что этот нарратив, созидающий, конституирующий народ божий, включает в себя не только исход, но и бытие. Так вот, сразу возникает вопрос, а зачем было включать в этот нарратив рассказ о падении? Причем сформулирован ведь он как рассказ о падении на ровном месте. На ровном месте. Ну, хорошо, даже если Моисей долго не возвращается с горы. Зачем же делать идола? Ведь, по крайней мере, по композиции книги предполагается, что люди уже услышали 10 заповедей. 10 заповедей, не делай себе кумира. А дальше, после этого греха, много раз, и в общем, в очень жестких выражениях, говорится о том, что это народ жестоковыйный, непокорный, непослушный, грешный. Вот, и вот всякие такие слова. Народ непокорный, народ жестоковыйный. И потом еще в библейской культуре письменной, в частности, это будет снова и снова повторяться. Удивительно. Ждешь, что здесь будет сказано что-нибудь вдохновляющее, типа, мы народ богоносец, при том, что они такие впрямь народ богоносец, в отличие от некоторых. А там про другое, про то, что этот народ, вступив в Завет, получив эти заповеди, не меняется в одночасье, продолжает оставаться жестоковыйным и непокорным. Жестоковыйным и непокорным. Оказывается, для всей этой традиции от Моисея через книжников, исследователей, компиляторов, идущий, важно понимать, что народ жестоковыйный. Иначе невозможно понять, почему так много бедствий, почему так много скорби, тяжести, трудностей и крови, в общем-то, достается на долю этого народа. Народ жестоковыйный. Это для всей, в общем-то, исторической литературы Библии и для значительной части литературы пророческой, можно сказать, практически для всего Ветхого Завета, важный способ думать и говорить, и размышлять о вопросах. Вот надо показать, надо показать правду на самом деле, хотя она очень неприятная. Никто такого о себе не любит ни читать, ни слышать. все с большим увлечением гордятся собственным величием. А Слово Божье, говорит народ жестоковыйный, и на самом деле не способный исполнить то, что заповедует ему Господь. Есть еще другой способ, другой взгляд на содержание этой главы, на то, как это все устроено. Возможно, что это, собственно говоря, вообще другой, непоследовательный по отношению к 20 главе рассказ. Поэтому в народе, которым происходят эти события, хотя вроде бы завет, договор упомянут, но нет еще десяти заповедей. И вот их шатает из стороны в сторону. И вот они не в состоянии стоять прямо перед Богом. И вот они нуждаются в объекте для поклонения. А каков Бог? Кто это? Еще не знают. И впрямь лишь дальше мы увидим с вами вот это выражение десятисловия. На самом деле вот этот второй взгляд, предполагающий, что падение, поклонение золотому тельцу и вся вот эта вот гадость, которая здесь описана, происходит до, собственно, Синайского завета, до десяти заповедей, он тоже имеет право на существование, хотя, конечно, сторонников этой точки зрения много меньше. На самом деле только филологические, скорее, данные позволили бы нам четко датировать эти рассказы, но этих данных явно недостаточно. Так или иначе, народ обращается к Аарону то ли потому, что мимо ушей пропустили десять заповедей, то ли потому, что еще их вообще не получили. И говорят, ну, сделай нам что-нибудь такое, вот, чтобы было видно, чему мы поклоняемся. Потому что, ну как, а как поклоняться невидимому богу, непостижимому богу, который являет себя в событиях твоей биографии, в событиях твоей истории. Но ты сердцем можешь видеть, умом отчасти тоже можешь, а глазами, в общем, нет. Ну как, это трудно. А для культуры все же относительно архаичной, не хочется говорить примитивной, архаичной, ну, такие прям вовсе невозможно. Нам всем нужны некоторые вот зрительные образы, которые бы так или иначе оформляли наше поклонение. Ну, принято думать, что христиане, пусть и в муках и корчах, но все же как-то там этот соблазн обходят. На самом деле, все не так гламурно, как рассказывает нам об этом церковная история. Это действительно общая проблема. Общая проблема желания зримого объекта для поклонения и в конечном итоге путаница предмета и бога. того, что, собственно, становится, называется идолом, и бога, который за этим обозначающим стоит. Ну, во всяких там богословских дискуссиях эпохи иконоборческих споров мы все это наблюдаем в очень явном виде и в очень большом количестве. Но здесь проблемы существуют точно так же, потому что окружающие-то, вот они поклоняются каким-то статуям или каким-нибудь камням или еще чему-нибудь такому экзотическому, метеориту оплавленному или другим предметам, иногда творением рук художников, иногда, наоборот, необычным природным объектом, за которыми предполагается или в которых предполагается присутствие в кавычках божественного. Да, ну вот как, все так делают, все так делают. Кто-то на стенке нарисует Осириса, кто-то Ваала, там, значит, в соответствующей комнатке храма своего, Хананейского, поставит такую скульптуру, да, страховидную. Все так делают. И вот авторы этого рассказа свидетельствуют о том, что и народ Божий не проходит это искушение, не проходит это испытание, говорит, давайте, сделай нам чельцар. Собственно, даже еще того хуже, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Такое впечатление, что не было рассказов о Боге, шествующем в столпе огненном ночью и в столпе облачным днем перед этим народом. Вот сделай нам, чтобы мы шли, чуть не сказал крестным ходом, процессией такой, значит, вот пространной, как ходят все языческие народы, а крест Израиля. Вот, давай. Тут, правда, надо сказать, что некоторая деталь единства, составляющая единство с предыдущими рассказами, мы наблюдаем. Потому что Арон говорит, ну давайте, несите всякое там золотишко, брюлики, чего вы там вынесли из Египта. Помните, они, как по рассказам автора, эти самые рабы, рабы, они ведь рабы, перед уходом пошли к соседям египтянам и сказали, дайте, чтобы мы красивенько оделись на этот праздник, давайте, дайте нам взаймы, одежды красивые, там, золото, серьги, кольца в нос, бусы, ну, в общем, все такое. Но надо же объяснить, а откуда вот это все золотишко оказалось у этих бывших рабов, которые только-только Красное море перешли, у них еще песок с одежды не осыпался, и тут вдруг какое-то золото, да еще и в очень большом количестве. Хотя исследователи порой предполагают, что, может быть, все же рабы-то они были рабы, но не до такой степени, чтобы у них совсем ничего не было. Это не рабы на сахарных плантациях Северной Америки и не крепостные какой-нибудь России первой половины 19-го столетия. Вероятно, для того, чтобы как-то сгладить неясность того, кем же, каков же был социальный статус и уровень тех, кто вышел из Египта, вот был этот рассказ о выпрашивании золотых украшений. Здесь же Аарон говорит, ну, хорошо, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, сыновей, дочерей несите ко мне. И взял он их, сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Ну, хорошо, ладно, сделали золотого тельца. Ну, наверное, это был не шедевр скульптурный, потому что делал, не веселил, Богом назначенный. Аарон со своими, так сказать, помощниками, поскольку совершается тяжкий грех, можно сказать, подручный. Ну, вот Бог твой Израиль, вот это Он тебя вывел. Теперь ты можешь его видеть, теперь ты можешь его прикоснуться, теперь наличие и досягаемость этого Бога не зависит от его желания. Столб огненный ночью и столб облачный днем, в котором Бог присутствует и Ангел Господень ведет народ израилев. Бог хочет он есть, не хочет нет. Это добрая воля Господа Бога нашего. И невозможно это ухватить руками и обеспечить. Бог свободен, а телец не свободен. Ну, если только его, конечно, какие-нибудь там похитители, разбойники не свистнут, потому что золото хоть было явно с примесью, но все ж золото. В этом, если хотите, прелесть, во всех смыслах этого слова, прелесть идолу поклонства. Он никуда не денется, стоит себе и стоит этот идол. Да, и этого очень хочется. Понимаете, страшно впасть в руки Бога живого, говорит апостол Павел. Не на пустом месте он это говорит. Бог, который свободен быть с тобой или нет? С этим гораздо труднее, чем с Богом, который привязан, у которого нет вариантов. Поэтому, ну, не то, чтобы можно понять, ну, по крайней мере, вот мотивы того, что делают именно такого тельца и его называют Богом, не просто изображением Бога. Ну, как бы теоретически ведь считается, что все пишут, Моисей пишет, там, Господь пишет пальцем на скрижалях, вроде как будто бы письменность существует, так рассказывает исход. Между прочим, историки здорово сомневаются, что письменность в этом народе и впрямь в момент исхода существовало. Может быть, да, может быть, нет. Ну, можно же в конце концов, понимаете, чтобы обозначить, ну, напиши на скале слово Бог, или там, Бог есть, Бог тебя видит. Нет, надо, чтобы вот это было очень конкретно, очень конкретно, не просто напоминание, не просто изображение или образ, за которым есть некий первообраз, как говорят христианские иконопочитатели, а вот прямо в нем, прямо в нем. Ну, и еще тоже надо заметить, что телец довольно частая изображает, довольно частый способ изображать божества на Ближнем Востоке. У разных народов, у египтян тоже, и у народов Ханана и так далее, ну, такой вот прямо мощный, ну, действительно такой полудитый еще, что-то такое, бизоноподобное еще, был-то, современные породы, позже появились, огромный такой зверь, который страшно опасен, и так далее, и тому подобное. Вся вот эта корида тоже некоторый образ взаимоотношений с тем богом, символом которого язычники считают, этого самого тельца. Ничего принципиально нового. Здесь ни Аарон, ни израильтяне не изобретают. Они скорее делают то, что делают и другие народы. Заметьте, кстати, из этого следует, что в этой толпе были люди, которым это было известно, которые были хотя бы отчасти знакомы с культурой окрестных стран. Иной раз более утонченные из язычников говорят, что этот телец это только скамеечка под ногами божества, что на нем незримый бог стоит и так далее, и тому подобное. Но это, в общем, конечно, попытки делать хорошими при плохой игре. Реально вот такого рода телецы и считаются самим божеством. Так что вот бог твой Израиль по отношению к этому телцу понятно, почему говорится. Осязаемое, присутствующее и очень дорогое. потому что из этого самого золота. И Аарон сказал, завтра праздник Господу, на следующий день они встали рано, принесли все сожжения и сели есть и пить, а после встали играть. В смысле хороводы водить, всякие такие вот фольклорный праздник, проводы зимы, масленица, там, прыгание через костер, все что угодно. в селе есть и петь и встали играть. Ну, праздник у людей веселятся. Да, включают какую-нибудь бузочку третисортную, так, чтобы весь поселок или весь квартал ее слышал. Ничего нового. Обратите внимание, на самом деле, тот, тот, кто записывает этот рассказ, тот, кто его формулирует, классно обращается с сюжетом, потому что вот это рассказано, взгляд переносится на Синай, в облако, где Моисей пребывает перед Богом, и Моисей, в общем, не видит, потому что облако окружают их, и не видит, что там внизу, и Господь ему говорит, поспеши сойти, потому что развратился народ твой. Нюанс крохотный, но, на самом деле, очень показательный автор. Когда речь идет о народе, совершившем столь тяжкий грех, предавшем и оскорбившем Бога, он не говорит народ Божий, и Бог не говорит о нем, народ мой. Он говорит Моисею народ твой. Это твой народ, который ты верил. На самом деле, совершенно несправедливо, абсолютно, потому что таки все же, по крайней мере, потому как устроена книга исхода, да и вообще по логике вещей, это Бог вывел его из Египта. Это же Моисей не сам придумал уйти из Египта и вывести все это гигантское количество людей. Народ твой развратился. Скоро уклонились они от пути, сделали себе литого тельца и поклонились ему, принесли ему жертву, сказали, вот Бог твой Израиль. Таким образом, Господь сообщает Моисею, что же именно там произошло. вот они сделали сами себе литого тельца. По логике вещей никаких изображений быть не должно, если приходится хоть что-то подобное изображениям, хоть орнамент создавать те художники, кого Бог укажет, без лишней фантазии, да, а если сами себе сделали это идол, вот Бог твой Израиль, говорят, они почитают этого тельца как Бога. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, вот он народ жестоковыйный. То есть впечатление такое, что он пеняет Моисею, говоря, кого ты мне тут привел? А может быть таки да. Понимаете, мы говорили с вами о том, что за Моисеем ведь выходят множество разных людей, не составляющих на самом деле единую этническую или культурную среду, и вот по факту они пришли к этой горе, и оказывается, что все совсем не так романтично, как хотелось бы читателю, толкователю, тем более богослову, а вот так по жизни народ жестоковый, ну вот что, да, я их вижу, тех, кого ты привел, и Господь предлагает Моисею, давай, все, оставь их, то есть, видимо, надо понимать, что не ходи, не спускайся с этой горы, я их уничтожу, воспламенец гнев мою, истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя. Еще раз повторю, талант автора этого текста далеко превосходит то, что мы видели в других частях из книги исхода, потому что здесь по-настоящему живой драматический поворот. Получается, что Бог, прости Господи, как взволношная девица, говорит, ой, с этим народом не получилось, давай мы их сейчас устремим, произведем, неудачный был народишко, произведем велик народ от тебя. И Моисей ему говорит, стоп, мы так не договаривались, ты обещал спасти тот народ, который вывел из Египта, который от Авраама, Исаака и Акова. Здесь на самом деле еще некоторое ответвление сюжетное, драма между Богом и Моисеем. Здесь рассказывается о Боге, ну, понятно, что это рассказ, что это билетристика, тем не менее, рассказчик говорит о том, что вот Бог предлагает, видит эту возможность произвести великий народ от Моисея, а этих всех жестоковыйных ликвидировать. И Моисей ему напоминает о том, что, ну, ты же верен завету, ты же его заключил, ты же дал обетование, ты не можешь нарушить обетование, данное Аврааму. Ну, друзья, дальше всю Библию до конца будет эта коллизия, потому что народ жестоковыйный. Мы можем считать это разговором о народе Израилевом. Мы ровно так же можем считать это разговором обо всем человечестве вообще с первого кроманьонца до конца времен. Народ жестоковыйный, непокорный, неверный, грешный и так далее. Ну, вот мы такие. И автор этого рассказа знает, что мы бы сами на месте Бога учинили бы вот такую селекцию. Все бы перебили и начали сначала. Кстати, заметьте, что селекция мелкого рогатого скота именно так и происходит у людей. Они знают, о чем говорят. Ну, я имею в виду в данном случае автора этого текста. Вот давай, эти неудачные выживают, что естественный отбор, выживание наиболее приспособлено в ходе борьбы за существование. Вот эти оказались не наиболее приспособленными, потом друзья его тоже будут рассуждать. Вот давай их ликвидируем на их месте новой. Это одна сторона дела. Люди грешны, грех несовместим с жизнью. А другая сторона дела есть обетование Божье, по которому Бог не может отречься от этих людей, как бы они не были плохи. Идет ли речь об Израиле, от которого Бог не отрекается, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Идет ли речь о всем человечестве в его истории, Бог не отрекается от этого неудачного, жестоковыльного, непокорного и грешного человечества. И как совместить одно с другим? Народ этот гибнет, он совершает, совершил смертный грех, предал Бога, поклонился дребеденье, а Бог не может от него отречься. В более поздние времена, конечно, речь будет идти о скорби, страдании сердца Божьего, о том, как Господь плачет, говоря, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать птенцов твоих под крылья свои. Здесь пока еще до этого разговор не доходит, но обозначена очень серьезная проблема, которая потом будет в Израиле снова и снова. И пророки будут говорить здесь об остатке Израиля, вот, Шаар, остаток народа, который все же спасется, потому, что сможет пойти за Богом, потому, что все-таки согласится исправить свою жизнь. как правило, у пророков погибель настигает народ, потому, что жизнь полна несправедливости, насилия, кровопролития и грабежа, того, что мы сейчас называем социальной несправедливостью. Да, здесь еще тоже до этого разговор не дошел, но вот две противоречащие друг другу вещи. Народ погиб, его невозможно спасти, он совершил смертный грех. Одно и второе, Бог не отрекается от своих обетований. В конечном итоге воплощение Сына Божьего и Его искупительная смерть на кресте Его воскресенье это выход из этой коллизии, которую находит сам Бог. Люди такого придумать не могли бы. И в общем нам не очень понятно все равно как это работает. Но вероятно все же никак по-другому было невозможно. Вот Моисей здесь говорит Богу нет, нельзя, невозможно. Если ты тот Бог, который верен, которому можно доверять, на которого можно полагаться и которого можно слушаться, с которым можно быть в завете, ты не можешь произвести народ от меня. Ты должен спасти этот, а этот спасти невозможно. Рассказчик здесь говорит, Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламениться Господи, гнев твой на народ твой. еще один важный мотив, чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, имеется ввиду Бог, на погибель вывел их, да не будет имя Божье поругаемо, снова все то же самое, Бог не может от речи от своих обетований, не может не быть верен, иначе окажется, что он вывел народ на поругание, на погибель, отврати пламенный гнев твой, вспомни Авраама, Исаакова и Израиля, которым клялся ты собою, говоря, и, говорит рассказчик, отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Вдруг оказывается, что Бог живой, что это не просто безликий жестокий закон мироздания, подобный каким-нибудь физическим законам, где действие вызывает равное противодействие, а какие-нибудь еще можно вспомнить такие же безликие автоматически действующие физические законы. на отношения Бога с людьми и человеческим грехом другие. Вдруг оказывается, что Моисей умоляет и Бог отменяет зло, потому что Моисей его упросил, Моисей его упросил, Бог меняет свое решение. опять-таки для всей дальнейшей библейской культуры это важнейший факт, потому что все время пророки, да не только пророки, на самом деле судьи, скажем, в книге судей точно так же говорят о том, что надо переменить свою жизнь, и тогда Бог смилуется, отменит зло, пожалеет. Очень часто люди клевещут на Бога, говоря, что он механический накосячил, получил по голове, и с этим ничего нельзя поделать, или наоборот проявил себя отличником боевой политической подготовки, получая что-нибудь хорошее. А Бог живой, и оказывается с ним возможен диалог, и он может поступить по-другому. Не автоматически и во веки веков предопределено то зло, которое приходит на народ Божий, а это содержание человеческого диалога с Богом. Вот такие на самом деле сложные и неожиданные вещи затрагивает автор вот в этих коротких стихах первой половины 32-й главы. И дальше он рассказывает о том, что Моисей сходит с горы, две скрижали каменные, на которых написано с обеих сторон, и скрижали были дела Божьи. То есть они были созданы неким чудесным образом Богом. Письмена были письмена Божьи. Художники, которые это рисуют, обычно изображают сияющий огненный перст Божий, который на этих камнях нечто выжигает и пишет. Понятно, что это художественный образ. И вот Моисей видит тельца и пляски и все вот это. Вот воспламенился гневом, потому что Моисей тоже живой человек, понимаете, тоже живой. Воспламенился гневом и эти скрижали об скалу расколошматил, бросил и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, стер в прах, сжег, рассыпал по воде. Я, честно сказать, не очень понимаю с химической точки зрения, как так можно было сжечь золотое изделие, расплавить, да. Ну, стереть в порошок, там, смешать с водой, дать ее пить ценам Израилевым, ну, может быть. В общем, каким-то способом подозреваю, что автору рассказа не приходилось никогда в жизни уничтожать массивные золотые изделия. Вероятно, не мог он себе этого позволить. Поэтому, ну, вот он как-то описал там, сжег, стер и в воде растворил. И дал ее пить ценам Израилевым, что входит в чрево, выходит из него, сами понимаете, в каком неприглядном виде. Вот. Ну, это такой нюанс тоже побочный для рассказчиков. И дальше вот Моисей упрекает Аарона, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Обратите внимание, он все-таки гениальный этот автор. Он, как сказать, Моисей не ругает Аарона, говоря, что вот там ты такой сякой поступил, неправильно совершил грех. Моисей не ругает Аарона, зачем ты поддался на уговоры народа, нашел, где устроить демократию. Понимаешь, нигде ее нету, а тут пожалуйста. Нет. Он говорит Аарону, что тебе сделал этот народ, что ты поставленный его учить, ты поставленный его блюсти, его же и предал и ввел в грех. На самом деле, конечно, это гениальная мысль об ответственности Аарона, например, и вообще лидеров любых человеческих групп и обществ об ответственности. Об ответственности. Аарон на это Моисею говорит, что ты знаешь этот народ, что он буйный. Ну, видимо, да, буйный. Они вон сколько раз, пока они там шли из Египта, на Моисея роптали. То им есть нечего, то им пить нечего, то тут и Египтяне маневрируют, то еще что-то. То змеи, народ буйный, они сказали нам, и мы это сделали. Нельзя сказать, чтобы оправдание Аарона выглядел убедительным. Особенно на фоне того, как начинает Моисей этот разговор. Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех. Ну, вот, Аарон говорит, что страшно было, попросту говоря, вот, они дали золото, и все, я бросил в огонь, а иначе бы что-то, не обсуждается, что именно. И Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности. Моисей уже слышал, что этот народ необузданный, он уже знает все, но вот он увидел, что это потому, что Аарон до этого допустил. предательство, и это еще раз подчеркну, со стороны Аарона предательство той ответственности, которая на него возложена. и дальше говорится о некотором жестоком наказании. Сыны Левины, то есть родственники Моисея и Аарона, племя левитов, собралось вокруг Моисея в воротах стана, вооружились, взяли мечи и убивали ближних своих. залили кровью стан народа Божьего. Погибло около трех тысяч человек. С одной стороны несколько десятков тысяч было израильтян, три тысячи из них не такой гигантский процент. Другой разговор, что речь идет о трех тысячах жизней реальных людей, чья кровь пролилась в этот момент. Как говорит нам рассказчик, вроде бы по делу Божьему. заметьте, кстати, что рассказчик нигде здесь не ссылается на Бога и не утверждает, что Бог говорит, пойди и поруби их всех, отруби там им головы. Даже Моисей не претендует на это. Он говорит, кто Господень, подойди ко мне, посвятите руки ваши Господу. и вот они уничтожили некое количество идлопоклонников. Другие ветковзаветные авторы в подобных случаях говорят, Бог велел, пойди и убей. Автор этого фрагмента слишком мудр, чтобы рассуждать так примитивно. На это тоже надо обратить внимание. вот и опять-таки снова еще некоторая коллизия, заключающаяся в том, что Бог не хочет смерти грешника. Бог не посылает убивать грешников. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и был жив. А грех это порог несовместимый с жизнью. Идлопоклонник должен быть по закону истреблен из народа. Вот я бы сказал, что автор 32-й главы удивительно целомудренно передает эту историю, эту неразрешимую коллизию, неразрешимую. Это не столько противоречит, сколько парадокс. Теперь в заключительных словах главы Моисей говорит народу, вы сделали великий грех, поэтому я пойду снова, обратно, зайду к Господу, не заглажу ли греха вашего. И вот Моисей молится Богу и просит, и говорит, прости им грех их и добавляет, а если нет, Моисей не рассказывает Богу, как Бог должен поступить. Так делают только немудрые люди. Но Моисей понимает, что он просит одно, а Бог волен поступить, так как он сочтет нужным. Прости им грех их, говорит Моисей, а если нет, если это невозможно, если ты не хочешь этого сделать, или не можешь, или как-то, тогда изгладь и меня, из книги твоей, в которую ты вписан, в которую ты меня вписал. Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по крови. То же самое скажет полутора тысячелетиями позже апостол Павел. Прости, а если нет, то изгладь и меня из книги, в которую ты меня вписал. Моисей не соглашается на то, чтобы Бог отрекся от своего обетования Аврааму, Сакуякову. И это тоже очень важная и поучительная вещь. Милость превозносится над судом, говорит Слово Божье. И вот здесь для Моисея важнее, чтобы Бог был белосерден, чем чтобы он был справедлив. По справедливости весь этот народ, утомившийся от плясок вокруг тельца, подлежит уничтожению. Ну вот такое это не живет. Но Моисей говорит о том, что ему нужен Бог, которому можно доверять, который может помиловать даже в крайности, потому что то, что сотворил народ Израилев, это крайний смертельный грех. Если хотите, это такой вот образ масштаба божественного милосердия. И дальше Господь говорит, кого, кто согрешил, того я и сглажу предо мною. Иди, сойди и веди народ всей, куда я тебе сказал, ангел пойдет пред тобой в день посещения, я посещу их. Автор таким образом не берется рассказать нам, кто, каким образом, когда, получает возмездие за то, в чем он виноват. Кто согрешил, того и сглажил. Когда-то, потом. Моисею не нужно этого понимать и видеть. И читателю, с точки зрения автора, не нужно этого видеть. нужно видеть, что правосудие Божие никуда не делось, но и милосердие оказывается на первом плане. И говорится лишь о том, что вот поразил Господь народ за сделанного тельца. Как это было? Что это такое за поражение народа? Не обсуждается. Не надо читателю этого знать. День посещения моего, говорит Господь, я найду, что сделать. Это уже не ответственность Моисея.